Добрый вечер! Вы смотрите программу событий. Сегодня в выпуске. Подведены итоги смотра конкурса по охране труда. Благотворительность – примета Нового года. Мороженое вкусное и летом и зимой. А теперь найти тему подробнее. В исполкоме рассмотрены результаты проведения смотра на лучшую постановку работы по охране труда среди предприятий, организаций и учреждений. Базовыми предприятиями по охране труда признаны предприятия «Реческий комбинат хлебопродуктов», титул «Нефтеснабкомплект», колхоз имени Держинского. Образцовыми подразделениями по охране труда признаны хозрасчетный лесозаготовительный участок, школа-интернат для детей с нарушениями слуха, товары для дома и другие. Последнее в прошлом году заседание райисполкома началось торжественно. Председатель райисполкома Александр Баранов вручил почетные грамоты Национального собрания за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса и реализацию социально-экономической политики Республики Беларусь Виталию Панченко, председателю управления колхоза «Червоностях», Любови Орещенко, главному инженеру частного унитарного предприятия «Речица Малаоко» и Валентине Ануфриевой, доярке колхоза «Советская Белоруссия». За большой личный вклад в организацию проведения республиканского фестиваля ярмарки тружеников села Дожинки-2007 почетной грамотой облсполкома награжден заместитель председателя райисполкома Виталия Томанчук. Благодарственные письма облсполкома вручены Владимиру Лазаревичу, главному врачу учреждения здравоохранения Реческая центральная больница, и Степану Смольскому, председателю управления Реческого райпотреб общества. Почетные грамоты благодарности райисполкома вручены и другим руководителям предприятий управления. После торжества рабочая обстановка. Главный вопрос о ходе выполнения распоряжений облсполкома, о системности в работе с кадрами механизаторов и животноводов в аграрном комплексе. Заслушав и обсудив информацию начальника отдела идеологической работы, Наталья Терене исполком отметила, что в районе осуществляется ряд мер, включающих в себя проведение информационно-разъяснительной и организационно-массовой работы. Все это направлено на формирование сплоченных заинтересованных коллективов, улучшение социально-бытовых условий механизаторов и животноводов. Особое внимание уделяется госпрограмме «Возрождение и развитие села». Без переоснащения оградного комплекса не может быть и речи о возрождении Беларуского села, что и подтверждается конкретными примерами работы ряда сестраходительственных организаций. За отчетный период проведены реконструкция и техническое переоснащение 12 молочно-товарных ферм одного комплекса по производству мяса крупного рогатого скота. Благоустройство территории животноводческих комплексов, ферм, без воров – это обязанность всех, без исключения руководителей. Отмечены трудовые коллективы, принявшие участие в конкурсе на лучшую организацию идеологической работы. Среди них колхозы Советской Беларуси, оборона страны имени Дзержинского, имени Фрунзе, 50 лет октября, победитель колхоз в червоностях. На заседании исполкома рассмотрены вопросы о ходе выполнения решения райисполкома об утверждении районной целевой программы по улучшению условий и охраны труда, а также о принимаемых мерах по предупреждению правонарушений преступлений среди несовершеннолетних. В рамках благотворительной акции «Наши дети» в Беларуси прошли новогодние праздники для детей-сирот, детей-инвалидов, воспитывающихся в многодетных, опекунских приемных, неполных и малообеспеченных семьях. На областную благотворительную елку из Речицы поехали 87 ребят, на Республиканскую – 12. А вот районная благотворительная елка собрала 420 мальчишек и девчонок. На главном районном празднике, который состоялся в городском дворце культуры, собрались воспитанники всех интернатных учреждений, Центра коррекционно-развивающего обучения, ребята из малообеспеченных и неблагоболучных семей, социального приюта. На праздник они пришли нарядные, многие в карнавальных костюмах. От имени райисполкома Совета депутатов, мальчишек и девчонок поздравил заместитель председателя райисполкома Виталий Атаманчук. Новый год и Рождество – это самые светлые и самые добрые праздники. Опять в наших домах нежно пахнет елью, а в душах живет предвкушение чего-то необычного, сказочного. Так позже сбудутся все ваши самые дерзновенные мечты. Пусть наступающий год будет щедрым на удивительные открытия и яркие впечатления. Пусть ваша жизнь станет лучше и интересней. Искренне поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю здоровья, счастья, успехов, благополучия, достатка всем вам, вашим семьям, родным и близким. Виталий Атаманчук от районной власти преподнес детям огромный праздничный торт. А затем на сцене началось представление. Главные герои, бременские музыканты, царь, принцесса, разбойники, Снегурочка и Дед Мороз пели песни, играли с присутствующими, загадывали им загадки. После театрального представления мальчишки и девчонки вместе с героями сказки водили хороводы у елки. По окончании карнавала за средства, выделенные исполкомом, был организован сладкий стол для детишек. Совместная благотворительная акция состоялась в канун Нового года в Центре социального обслуживания. Отдел образования и сотрудники Центра подготовили для социально незащищенной категории детей новогодний утренник. На сцене зрительного зала Центра социального обслуживания семьи и детей участники танцевального кружка Центра. В зале их приглашенные на елку сверстники. Сегодня праздник, новогоднее благотворительное представление. Здравствуйте, ребят! Здравствуйте! Мы приглашались заранее, да, мы согласны со школами, по спискам, поэтому идет такое мероприятие у нас. Сколько примерно человек, сколько детей? По кругу 100 человек. Ребят, а вы знаете, чем елку наряжают? Да! Дед Мороз и Снегурочка вовлекают в игру всех зрителей. И вот уже и взрослые, и дети хором отвечают на вопросы новогодних персонажей. Да! Тигры настоящие! Нет! Шишки золотистые! Да! Конкурсы, розыгрыши, с вручением подарков и небольших сувениров. Все как полагается на новогоднем утреннике. Зрители с удовольствием принимают участие в празднике, подпевают и хлопают самодеятельным артистам. Новый год и Рождество – праздники, от которых ждут волшебства и сюрпризов. В предпраздничные дни в Бестро состоялось новогоднее шоу. У входа в Бестро гостей праздника встречали куклы мороженое с подносами, полными угощения. Несмотря на морозы, дети, люди подходят, берут мороженое, идут на праздник с удовольствием. Атмосфера, царившая в зале, увлекла веселье не только детей, но и взрослых. Мамы и папы нам сейчас помогут, ребята, правда? Итак, девчонки кричат «Привет, мальчишки, салют! Девчонки, три, четыре!» Мальчишки, три, четыре! На вопросы ведущей праздника «Ёлки» ответы сыпались со всех сторон. Но герой дня мороженое было в центре внимания. Сегодня праздник, где раздают бесплатное мороженое. Вкусное мороженое? Да. А не холодно мороженое есть сегодня? Нет. Отлично. Конечно, любят лишь. Звездочки разносят мороженое. Ну, короче, замечательно. А если что, звездочки привязываются? Мороженое. Ребята, а ты любишь мороженое? Да. Угощение предоставили открытое акционерное общество «Красный мазырянин» и «Гомельская фабрика мороженого». Вкусные конфетки. Давайте им скажем спасибо. Скажите все спасибо. Спасибо. И поздравим с Новым годом. Акция прошла по инициативе областполкома и Министерства торговли. В понедельник на нашем канале смотрите поздравления с Рождеством настоятеля Свято-Успенского собора Алексея Пешко. Следующий выпуск программы «События» выйдет в эфир во вторник. Я желаю вам светлого Рождества. Всего вам доброго. До свидания. Партнер прогноза погоды – торговый павильон «Ольга». Женские костюмы из высококачественных импортных тканей на любой вкус. Павильон «Ольга». Привокзальная 12. Подчеркните свою красоту. Партнер прогноза погоды – окна и двери системы «Монблан». Пятикамерный профиль. 10 лет на белорусском рынке. Первый производитель в городе Речицы. Только качество. Только комфорт. Прогноз погоды на выходные дни. 5 января ожидается малооблачно, без осадков. На отдельных участках дорога Гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью – минус 15-20, днем – минус 8-13. 6 января в воскресенье ожидается облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Местами порывы до 15-20. Температура воздуха ночью – 15-20, днем – 8-13 со знаком минус.